Волшебник В одной деревне жил-был мужик, у него была собака. С молоду сторожила она весь дом, а как пришла тяжелая старость и брехать перестала. Надоела она хозяину, вот он собрался, взял веревку, зацепил собаку за шею и повел ее в лес. Привел к осине и хотел было удавить, да как увидел, что у старого пса текут по морде горькие слезы, ему и жалко стало. Смиловался, привязал собаку к осине, а сам отправился домой. Остался бедный пес в лесу и начал плакать и проклинать свою долю. Вдруг идет из-за кустов большущий волк, увидал его и говорит. Здравствуй, пестрый кобель, долгонько поджидал тебя в гости. Бывало, ты прогонял меня от своего дому, а теперь сам ко мне попался. Что захочу, то над тобой и сделаю, уж я тебе за все отплачу. А что хочешь ты, серый волчок, надо мной сделать? Да немного, съем тебя со всей шкурой и с костями. Ах ты, глупый серый волк, жиру сам не знаешь, что делаешь. Так и после вкусной говядины станешь ты жрать старое и худое пёсье мясо. Зачем тебе понапрасну ломать надо мной свои старые зубы? Моё мясо теперь словно гнилая колода. Вот я лучше тебя научу. Поди-ка, да принеси мне, пудика, три хорошей кобылятинки. Поправь меня немножко, да тогда и делай со мной что угодно. Волк послушал кобеля, пошел и притащил ему половину кобылы. Вот тебе и говядинка, смотри, поправляйся. Сказал и ушел. Собака стала прибирать мясо и все поела. Через два дня приходит серый дурак и говорит кобелю. Ну, брат, поправился или нет? Маленько поправился. Коли б еще принес ты мне какую-нибудь овцу, моё мясо сделалось бы не в пример слаще. Волк и на то согласился. Побежал в чисто поле, лег в лощине и стал караулить, когда погонит пастух свое стадо. Вот пастух гонит стадо. Волк повысмотрел из-за куста овцу, которая пожирней, да побольше. Вскочил и бросился на нее. Ухватил за шиворот и потащил к собаке. Вот тебе овца, поправляйся. Стала собака поправляться. Съела овцу и почуяла в себе силу. Пришел волк и спрашивает. Ну что, брат, каков теперь? Еще немножко худ. Вот когда б ты принес мне какого-нибудь кабана, так я бы разжирел, как свинья. Волк добыл и кабана. Принес и говорит. Это моя последняя служба. Через два дня приду к тебе в гости. Ну ладно, думает собака. Я с тобой поправлюсь. Через два дня идет волк к откормленному псу. А пес завидел и стал на него брехать. Ах ты мерзкий кобель, сказал волк. Смеешь ты меня бронить? И тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака собралась уже с силами, стала с волком в дыбки и начала его так подчивать, что с серого только космы летят. Волк вырвался да побежал скорее. Отбежал далече, захотел остановиться. Да как услышал собачий лай, опять припустил. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от собаки. Ишь, как обманул меня мерзкий кобель, говорит волк сам с собой. Постой же, теперь кого не попаду, уж тот из моих зубов не вырвется. Залезал волк раны и пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел. Он ему и говорит. Козел, а козел, я пришел тебя съесть. Ах ты, серый волк, да чего станешь ты понапрасну ломать о меня свои старые зубы. А ты лучше стань под горой и разинь свою широкую пасть. А я разбегусь, да так и прямо к тебе в рот. Ты меня и проглотишь. Волк встал под горой и разинул свою широкую пасть. А козел себе на уме. Полетел с горы, как стрела. Ударил волка в лоб. Да так крепко, что он с ног свалился. А козел и был таков. Часа через три очнулся волк. Голову так и ломит ему от боли. Стал он думать, проглотил ли он козла или нет. Думал-думал, гадал-гадал. Коли б я съел козла, у меня брюхо-то было бы полнехонько. Кажись, он бездельник, меня обманул. Ну уж теперь я буду знать, что делать. Сказал волк и пустился к деревне. Увидал свинью с поросятами и бросился было схватить поросенка. А свинья не дает. Ах ты, свиная харя! Говорит ей волк. Как смеешь грубить? Да я тебя разорву и твоих поросят за один раз проглочу. А свинья отвечала. Ну до сей поры не ругала я тебя. А теперь скажу, что ты большой дурачина. Как так? А вот как. Сам ты серый посуди. Как тебе есть моих поросят? Ведь они недавно родились. Надо их обмыть. Будь ты моим кумом, а я твоей кумой. Станем их малых детушек крестить. Волк согласился. Вот хорошо. Пришли они к большой мельнице. Свинья говорит волку. Ты, любезный кум, становись по ту сторону заставки, где воды нету. А я пойду стану поросят в чистую воду окунать, да тебе по одному подавать. Волк обрадовался, думает. Вот когда попадет в зубы добыча-то. Пошел серый дурак под мост. А свинья тотчас схватила заставку зубами, подняла и пустила воду. Вода как хлынет и потащила за собой волка и почала его вертеть. А свинья с поросятами отправилась домой. Пришла, наелась и с детками на мягкую постель спать повалилась. Узнал серый волк лукавство свиньи. На силу кое-как выбрался на берег и пошел с голодным брюхом рыскать по лесу. Долго издыхал он с голоду, не вытерпел, пустился опять к деревне и увидел. Лежит около гумна какая-то падаль. Хорошо, думает. Вот придет ночь, наемся хоть этой падали. Нашло на волка неурожайное время. Рад и падлою поживиться. Все лучше, чем с голоду зубами пощелкивать, да по волчьей песенке распевать. Пришла ночь. Волк пустился к гумну и стал уписывать падаль. Но охотник уж давно его поджидал и приготовил для приятеля пару хороших орехов. Ударил он из ружья и серый волк покатился с разбитой головой. Так и скончал свою жизнь серый волк. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok